Очередь в Зиново-Чебоксарском. Накануне в городе Спутники подвели итоги социально-экономического развития. Чем отличился муниципалитет и каких оценок заслужили местные власти, узнавал Дмитрий Ковалев. В фойе администрации города первых лиц региона встречала одаренная молодежь. Эти юные музыканты, настоящие виртуозы, ребята часто выезжают с концертами в другие города и занимают призовые места на фестивалях. А ученики этого кадетского класса уже начали готовить подарки ко Дню Победы. Сейчас ребята мастерят журавлей из бумаги, подделки, крепят на специальные стенды. Уже весной их планируют собрать на выставке. Эту выставку не случайно назвали «Город для жизни». Самый молодой муниципалитет республики развивается успешно, отметил глава региона Михаил Игнатьев, открывая заседание. Буквально последние 6 месяцев, начиная с октября, столько здесь гостей побывало, достойно вы их встретили. Они по сей день выражают слова благодарности. Я хочу выразить на таком активе вам слова благодарности за ваш ответственный труд на благо горожан. В Новочебоксарске активно ремонтируют дороги и дворы, хотя раньше это была самая больная тема муниципалитета. Уже завершены работы по 40 адресам, но программу будут реализовывать и дальше. Необходимо задуматься и о замене остановочных павильонов. Здесь на помощь уже готовы прийти инвесторы. Своими финансами, наверное, мы не вытянем, но благодаря вот таким предложениям, которые вы вносите, с точки зрения, например, установить за ваш счет остановку на дороге, я думаю, что мы воспользуемся этими предложениями. И еще часть там, где возможно с коммуникацией установить нестационарные торговые точки вместе с павильонами, наверное, мы пойдем по этому пути. Думаю, что в ближайшее время программа будет разработана. Сейчас Новочебоксарск активно вкладывает инвестиции в основной капитал, а заводы увеличивают в разы объемы отгруженной продукции. По этим показателям город даже занимает второе место среди других муниципалитетов. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по обрабатывающим предприятиям за 2014 год составило 18 миллиардов рублей. Рост по сравнению с 2013 годом 101%. В городе сейчас зафиксированы самый низкий уровень безработицы. Такой результат вполне ожидаем. За последние годы в Новочебоксарске было открыто три новых завода. Эту стабильность необходимо сохранить, подытожил глава региона. По традиции на подобных встречах с активом города чествуют и его жителей. Героями этого дня вновь стали ветераны. Михаил Игнатьев вручил им юбилейные медали. Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова и Расиль Мухаммедов. Республика.